Бурандэй-2022. Традиционные соревнования на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза. Герои Российской Федерации Артура Челенгарова прошли в эти выходные в Наринмаре. Местом проведения гонок выбрали территорию в районе войсковой части. Заезды состоялись среди мужчин и женщин на снегоходах «Буран» и в классе «Свободный». Особенность Бурандэя-2022 – соревнования носили благотворительный характер. Телеканал «Север» ввел прямую трансляцию на протяжении всех гонок. В новой локации проведения соревнований для спортсменов были оборудованы сразу две трассы. Одна для снегоходов «Буран», вторая для высокоскоростной техники. Длина первой – 1200 метров. Гонщикам предстояло преодолеть 7 кругов. Вторая скоростная – 700 метров и 10 кругов для спортсменов. Основные гонки начались после традиционных отборочных заездов. Спортсмены выступали в четырех классах. Женский заезд, гонки ветеранов, заезд среди мужчин на «Буранах» и класс «Свободный». В женском заезде победу одержала Любовь Балакшина из «Андига». Это не первая золото участницы. В 2020 году она уже становилась лидером гонок. Любовь, вы победили? Да, победила. Я снова чемпионка. В какой раз вы чемпионка? Второй раз чемпионка. Как часто вы участвуете? Пятый год. Сложно было как трасса, как впечатление? Конечно, всегда сложно, всегда эмоциональный адреналин. Но нравится, очень нравится. Дарья Христолюбова из деревни Лабожская завоевала серебряную медаль. Ольга Попова впервые участвовала в соревнованиях и стала обладательницей бронзы. В заезде на «Буранах» среди ветеранов первым стал бессменный лидер гонок Василий Рочев. Это уже третья его победа в соревнованиях. Второе место занял Василий Попов. Третье место взял многократный чемпион «Бурандея» Валерий Христолюбов. Михаил Балакшин, отец-победительницы в женском заезде, тоже соревновался. Он не стал первым в ветеранском заезде, но своим участием поддержал дочерей. Одну дочку готовил знакомый, а вторую – муж. И они тоже выросли на «Буранах», поэтому катаются свободно. В классе «Свободный» победу одержал неоднократный участник гонок Алексей Стримаусов. Это не первое соревнование на снегоходах для Алексея. Участвую я третий раз на «Бурандея». В этом году выезжали два раза в набережные Челны и в Киров. Тоже, считаю, успешные гонки были. Сейчас занял первое место. Очень доволен. Сергей Стримаусов, отец-победителя, поддерживал Алексея на старте и финише. Помогал не только снегоход подготовить, но и морально настраивал сына на соревнования. Говорит, любовь к снежным машинам появилась у Леши еще в детстве. В прошлом отец-чемпиона сам был участником соревнований и брал призовые места. Гонял на снегоходах. Были призовые места и все прочее. Ездили за границу. Ну, как бы, все вот с этого и началось. Дети подросли, потом они подтянулись. Ага. Вы сказали, за границу ездили. Это международное соревнование? Ну да, Норвегия. Рыбинск, Уфа. Команды от снегоходов «Буран» ездили. От округа гоняли. Второе место в классе «Свободный» у Виталия Стремоусова, а третье призовое взял Владимир Пуляев. В классе «Буран» среди мужчин победил Алексей Попов. Второе место занял Михаил Кренц. Третье – Антон Калий. На закрытии соревнований победители и призеры были награждены медалями, кубками и денежными сертификатами. «Буранды» в Ненецком округе проходят в 26-й раз, и популярность соревнований только растет. Участие в гонках принимают семейные династии. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил создать на Ринмаре детскую мотошколу. В этом году мы создаем именно детскую школу. Для этого, безусловно, потребуется определенная техника. Ведь ребенка не посадишь за такую машину, на которой мы ехали. И за «Буран» не посадишь. Помните, как там руль поворачивается? Это нужна специальная техника, и мы ее уже заказали со всех маленьких. Кроме этого, в планах в следующем году организовать снегоходное ралли до Индиги. Основная особенность «Буранды» 2022 года – благотворительный характер. Средства собрали на поддержку Мстислава Никонова. В гостевом городке были организованы торговые палатки, сделанные в НАУ, а также и ресторанный дворик. Предприниматели собрали порядка 100 тысяч. Волонтеры – более 50 тысяч рублей на лечение подростка из села Тельвиска. Генеральным партнером соревнований по кроссу на снегоходах «Буранды» традиционно выступила компания «Лукоэл». Анастасия Евтыса, Ольга Русул, Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Тельканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!